всем привет это второй урок полибри офис на здесь поговорим о процентах вот что у нас осталось от первого урока я могу вот здесь вот в левом верхнем углу нажать на этот квадратик выделиться вся страничка выделяем страничку копируем стиль идем сюда и нажимаем на ячейку а1 все стиль скопирован что остается только окошко и зафиксировать ну а вот теперь поговорим чисто скажем таких вот прозаических вещах на процентах допустим вы страстный поклонник какой-нибудь там команды там футбольного игрока теннисного игрока там скачек там чего угодно просто взял применение спорт пожалуйста вот пишем значит футболе команды значит там как у них значит называется холл и вы значит что это обозначает это значит когда идет название какой-нибудь там футбольной команды то слева на первом месте значит стоит команда которая играет дома справа которая играет в гостях если вы где-нибудь там увидите например динамо москва там спартак тбилиси это будет означать что динамо москва играет дома спартак тбилиси играет на выезде поэтому без относительно там какая-то команда чего вот смотрите допустим команда сыграла на выезде ну не знаю ну ну пусть она сыграла вот столько и дома а на выезде сыграла во сколько-то вот я сейчас это могу взять вырезать поместить вот сюда эти две клетки по новой прокрасить сделать их снова вот такими вот смотрите значит значок сумму мы знаем взяли значит профумировали здесь незадача какая значит вот у нас тут стоит лифт ли либерейшн двадцать а тут тоже десять меняем на двадцать и делаем по центру и делаем в жерном то же самое взяли за нижний левый за нижний правый угол нажали правую левую кнопку мышки протянули получили здесь вот что так почитали что так почитали это вот допустим первый вариант и встает вопрос какой процент из общего количества команда сыграла дома а какой процент сыграла в гостях ну естественно значит что если я встану допустим вот в эту клетку и в ней напишу допустим равно и напишу допустим что ячейка d4 до плюс ячейка е4 то есть их сумма вот она будет 11 нам нужно значит что сделать ячейку d4 разделить на общую сумму ну нам-то это нужно видеть в процентах формат ячеек процент ну хорошо два десятичных знака вот пожалуйста как считается здесь ну взяли чтобы лень там цифру там заводить ой что-то не то получается да ради бога е4 разделить на е4 но плюс не f4 а плюс d4 решаете проверить да ради бога вот вот таким вот образом вычисляется как говорится процент и вот таким вот образом вычисляется как говорится процент и просто значит дешево и сердито то есть вот в любой из ячеек где вы хотите вычислить процент вы указываете сумму а и значение вот этой ячейки значит делите на значит вот эту сумму что здесь что здесь то есть содержание ячеек е4 d4 е4 d4 но здесь оно и остается меняется единственное что меняется вот это число тут семерка а тут получается четверто решили проверить на всякий случай себя правильность да ради бога вот вам правильность все нормально все нормально то есть вот таким вот образом вычисляется значит проценты и это относится к любой отрасли к спорту там так чему угодно как говорится от спичек до космоса всегда спокойно сможете вычислить значит процент который занимает данная как говорится вот величина в данном случае допустим семерка от общей суммы ну если даже вам сказать общей суммы нужна ну вот сюда можете поставить знак равно вот а еще проще я всегда обычно ставлю вот указываю две ячейки нажимаю enter вот получается 11 ну выглядит просто как то некрасиво вроде бы как относится к home ну пошел сюда и тут должна быть такая функция которая называется объединить ячейки вот она и вот мы видим что значит сумма значит вот у нас получилась к примеру вот такая можете по-другому по-другому там сделать эти можете там раскраски там свои сделать там home допустим сделать синеньким там вы можете сделать розовеньким там это уже как говорится ваша фантазия ну принцип понятен что вот в такой форме очень удобно одним взглядом просматривать ну получать скажем так статистически какие-то там сведения я провел только на 11 случаев но у вас допустим может быть здесь и вот так вот а может быть и вот так вот и вот вы всегда получите сразу единственное что здесь нужно будет делать значит здесь нужно будет указывать на ячейку например ну посмотрим определим вот последний адрес ячейки 210 значит здесь поставим ну я не знаю ну давайте поставим 210 вот ошиблись вы выскочила ошибка ну че взяли откатились назад вот вместо вместо d5 100 d15 ну нажали там допустим допустим 210 здесь тоже взяли 15 убрали нажали 210 то есть то есть а вот это вот красавица пусть нам посчитает формулу вот так вот всего 206 игр дома сыграно и выиграно допустим там я даже не говорю там выиграла или проиграла просто дома сыграно допустим 88 процентов а в гостях сыграно к примеру 11 процентов то есть абсолютно может быть что угодно ну вот такая форма подачи она очень хорошо выражает скажем так во первых проценты и во вторых вот общее количество игр вот оно складываете получаете получите все то же самое проверяете можете и здесь проверить вот вставить допустим значок суммы вот ошибку а что такое E4 вот D4 вот 206 и тут 206 проверочную колонку можете убрать ради бога остается принцип что вот когда вы какой-то результат делите на общую сумму вы получаете вот здесь процентное это выражение и оно зримо то есть не надо там ползать там не надо там что-то искать вот все у вас перед глазами а если у вас там ячеек я не знаю там пять тысяч ну так можете вот вместо двух сто десяти аккуратненько вот так вот взять вести допустим пять тысяч ячеек enter нажали пять тысяч ячеек enter нажали все равно все останется по-прежнему то есть вот это очень удобно потому что очень часто бывает важно именно все это дело посмотреть в процентном выражении ну скажем так грубо и ориентировочно но тем не менее это большое подспорье значит для пользователей но все по процентам я считаю что сказал достаточно так что до новых встреч